Старт благотворительной акции дал Николай Далонин, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии России. Планируется, что в течение 10 дней в Сочи получат оздоровление около 100 детей, отцы которых погибли при исполнении служебного долга. Ни одно имя защитников отечества не забыто. Это очень важно. Сегодня проводится первый этап оздоровительного отдыха. С разных регионов России прибыли наши замечательные женщины, которые, к сожалению, воспитывают своих детей без своих мужей. Но это внимание, теплота душевная, отзывчивость командования, она нас заставляет еще больше проникнуться теми проблемами, которые у них возникают. И поверьте, мы их решаем. Конечно, для каждой такой семьи большая поддержка – получить путевку на 10 дней к морю. И когда нет сильного плеча рядом, дети не должны чувствовать себя обделенными, это понимают в Росгвардии. Поэтому для ребят подготовлена разнообразная программа отдыха на курорте. Это увлекательные походы, экскурсии, соревнования, конкурсы, посещение океанариума, дельфинария, Сочи-парка. Тут развлекательные программы есть, это разные. Бассейны есть, открытый и закрытый. Море есть, правда, она сейчас неспокойная. Неспокойной еще и на душе Катины и мамы в 2014-м и служебной командировке из Дагестана не вернулся ее муж Юрий. Теперь вот она сама привезла дочь в Сочи впервые. Говорит, забота и поддержка командования всегда чувствуется. Помогает как бытовых, так и жизненных вопросов. Помогает, где он работал. Ребята приезжают, командиры звонят, спрашивают, нужна ли помощь. Если нужна, безотказно всегда помогают. За нами закрепили человека, который приезжает к нам, поздравляет на праздники, с праздниками. С Новым годом, 8 марта, день рождения. Очень приятно. Всегда цветы дарят, Кате подарки дарят. Подарки сегодня получили все ребята, которые находятся в Сочи в рамках благотворительной акции «Долг памяти». Их детворе вручала заслуженная артистка России Елена Степаненко. Еще она пригласила их на концерт и выделила 100 билетов в зимний театр. Это очень важно, чтобы матери поняли, что они не одиноки, что дети могут приехать, получить вот это солнце, это море, эту красоту. Понимаете, это очень важно, чтобы человек понимал, что он не один на этом свете. И когда есть такая Росгвардия, когда есть такие офицеры, когда есть такие начальники, когда вот все дети проходят, стоят красивые молодые люди, подтянутые, они понимают, к чему нужно стремиться. А стремиться всегда нужно к лучшему. За лучшую, за мирную жизнь своих детей, за единую, неделимую страну. И погибали их совсем еще молодые отцы. Глядя на экран, мало кто в зале сдерживал слюзы. Я нашел все вопросы, я нашел все ответы, все любимое просто. Это ты, мое лето, это ты, моя осень, это ты, мои звезды, это ты рассказала, что бывает не поздно. Он был замечательным, спортивным, он очень любил своего сына. Всегда уделял его максимально времени, но из-за того, что у него очень мало времени на это, потому что он не успевал приходить домой, и его вызывали снова на работу. Таких рассказов здесь можно услышать много. Но самое главное, для чего жены погибших сотрудников СОБРа или ОМОНа приехали в Сочи, подарить минуты радости и счастья своим детям. Ведь у всех участников акции одна судьба и задача одна – воспитать детей, достойных памяти своих отцов.